Всем привет! Это видео несколько нового формата, пусть это будет небольшое шоу про SCP и все связанное. Ах, ну да, с SCP связаны многие современные художники, теории заговоров, фантастика всякая, мистика, сериалы, компьютерные игры, да и просто всякие интересные штуки из интернетов. Да, это будет такое шоу с очень широким кругом тем, SCP моя жизнь, нет, как-то странно звучит, лучше назову его, например, потерянный сигнал, как собственно называется та мобильная игра, которую я делаю, ссылка на которую всегда есть в описании. Это шоу потерянный сигнал на канале протокола SCP, не переключайтесь. И сразу начну с не очень хорошей новости. Заседание по торговой марке SCP, результатов которого мы все так ждем, чтобы получить возможность всем сообществам делать мерч, да и просто увидеть справедливость в этом мире, опять перенесли из-за вируса. Следующая возможная дата 25 июня. Снова ждем, когда-то я сделаю финальное шоу по этому скандалу, завершив наконец плейлист. Получится такая завершенная эпическая история. На днях, подумывая о том, чтобы еще такого можно рассказать интересного про SCP, я немного погрузился в пучины мыслей обо всем этом таинственном и скрытым, как и явлении. Ведь SCP во многом основан на конспирологической теории о секретной базе Монтаук. Суть которой в том, что правительство США что-то скрывает на своих тайных базах, где-то там под старым радаром, что недалеко от города Нью-Йорк. Про огромное сходство SCP и истории про Монтаук я когда-то делал отдельное видео, и сейчас даже задумался о расширенной версии такого ролика. А еще у меня немного подгорело, что сообщество в целом скатилось в генерацию однотипных мемов и шуток, хотя изначально было совсем о другом. Что же, попробуем двигать SCP немного в другую сторону и подумаем, почему же люди так любят все эти истории. Ведь большинство конспирологических теорий или откровенно глупы, как например ныне популярная теория о том, что в вакцинах прячут чипы, которые могут передавать GPS сигнал. Хотя самый маленький автономный GPS маячок, который вы можете найти, имеет размеры крупной флешки. Я представляю, каким шприцом должно уколоть булки, чтобы такую вот флешку внутрь запихать, и каким надо быть слоном, чтобы этого еще и не заметить. Многие из этих теорий вообще та еще сказка, как например теория про плоскую Землю, для которой нужно, чтобы буквально миллионы людей участвовали в заговоре. Не только политики и космонавты, но и всякие летчики, капитаны кораблей, картографы, люди работающие с тем же GPS и прочие во всех странах по всему миру. Надо, чтобы все они договорились одновременно скрывать правду. То есть банально, слегка включив голову, ты понимаешь, что такой заговор в реальном мире попросту не сработал. Ну и конечно же в целом теориям заговора верить не нужно. Но иногда бывает так, что самые дикие подозрения людей оказываются правдой. Как например известный рассекреченный проект МК Ультра, который сначала звучал как полный бред. Ведь трудно поверить, что где-то над бедными посетителями психиатрических клиник злобная ЦРУ проводит эксперименты. Да какие? По контролю сознания, по стиранию памяти, используя какие-то странные химические вещества, изменяющие сознание. Но вот в 2001 году оказалось, что такая программа действительно существовала. И теперь куча людей с абсолютно отбитыми теориями старается упоминать МК Ультра в своих историях, чтобы выглядеть солиднее. Мол, раз вон то правда, значит и анунаки с Нибиру тоже есть. Так или иначе, такие соприкосновения с реальностью делают всё основанное на подобных теориях вдвойне интересным. Ведь когда ты читаешь обычную страшилку с призраками или зомби, ты совершенно точно понимаешь, что ничего этого нет и не может быть. Такие истории пугают какую-то неразумную часть тебя, которая во взрослом возрасте у большинства людей прямо-таки задавлена разумом. Другое дело, когда речь идёт об очередном суперсекретном заговоре. Конечно, большая часть из них это дикий бред, который мы читаем просто для развлечения. Но некоторые теории бывают как минимум действительно основаны на чём-то реальном. Кстати, забавно. Когда я готовил это видео, я узнал, что недавно американцы рассекретили массив документов. Это стенограммы переговоров первого президента России Ельцина и президента США Клинтона. И там, ну в общем, Клинтон общается с Ельциным как с подчинённым. Указания ему там раздаёт, а Ельцин ему отчитывается о своей работе. Для диванных политологов ссылку оставлю в описании. Там можете почитать все эти тайные протоколы, а заодно посмотреть, как настоящие секретные документы вообще выглядят. Такое-то прикосновение к недавней истории. Но это так, забавный факт. Короче, все эти теории можно свести к двум действующим лицам. К человеку и к власти. Ведь власть, как известно, скрывает. Это её любимое занятие что-то скрывать. И чем больше власть держит в секрете, тем больше недоверия она вызывает у человека. И он начинает что-то подозревать. Я сейчас очень пафосную штуку скажу. Но хорошая годная конспирология, она обычно описывает взаимоотношения человека и всего вот этого огромного непонятного чудовища государства. Все эти чёрные квадратики, все эти данные удалены. Это пародия на американскую секретность, где, однако, в конечном итоге практически всё публикуется. Но из документов изымаются некоторые важные детали. И как раз вот за этими чёрными квадратиками, за всеми этими плашками, западные конспирологи и пытаются найти пришельцев, секретные базы, эксперименты и всё прочее. Вокруг этих квадратиков и удалений выросла целая культура о том, что истина где-то рядом. Но то в Америке. Многие читатели SCP в России и вообще в СНГ не понимают всю эту тему. Зачем столько плашек, зачем столько квадратиков, говорят они. А некоторые даже считают, что это просто авторы так ленятся придумывать что-то. Но нет, это не авторы SCP ленятся. Это вот все эти критики не понимают реального их значения. Впрочем, этих критиков можно понять. Ведь в России секретность работает совсем по-другому. В наших краях секретные документы не публикуются с квадратиками и плашками. Они не публикуются вообще. Более того, в России до сих пор есть немало секретных бумаг, которым более 80 лет. Хм, да, хоть где-то пригодилось то, что я учился в историческом вузе. Короче, где-то я видел статью интересную, что около 13% документов о нашем не таком уже давнем прошлом держатся в секрете. Это очень много. И это не просто какие-то черные квадратики в документах, а целые массивы документов, касающихся истории нашей страны. И они недоступны никому. Это создает не только огромный простор, скажем так, для альтернативного осмысления нашего прошлого и самых диких предположений о нем, но и для классных теорий заговоров, по которым можно было бы написать множество интересных объектов. Короче говоря, к чему я толкаю такую длинную телегу? С одной стороны, все эти западные конспирологические истории, они не совсем понятны нашему читателю, потому что они придуманы, ну, в совсем других условиях-то, по сути. Поэтому копировать стиль SCP смысла особо нет. Но если придумать такие истории на основе наших реалий, они могут выйти гораздо интереснее и загадочнее. Потому что вот это самое пространство загадочности, тайны, у нас куда больше само по себе, а все тайное притягивает человека. В какой-то мере с этим уже работает связанная организация английского филиала, отдел ПЭГРУ, главную страницу, которую до сих пор не перевели на русский. Наверное, уже сам когда-нибудь возьмусь и переведу. Но это же внезапно английский филиал, то есть, в общем-то, клюква. А клюква, как известно, не торт. В SCP.ru филиале с этой самой темой частично работает НИИ Прогресс и в меньшей степени Логос. НИИ Прогресс рассказывает о всяких штуках с ноосферой. Логос затрагивает тему психотронного оружия. Об этом уже были видео на этом канале. И тут только скажу, что на самом деле огромное число классных тем остается неохвачено. И лично для меня это странно. Мы интересуемся американскими заговорами, которые в силу даже другой культуры нам не совсем понятны. А у самих нас почва для всего этого куда жирнее. При этом все, что есть на эту тему, это или какие-то чисто политические спекуляции, конечная задача которых в том, чтобы, скажем так, правильно голосовали на выборах, и которых бы не хотелось касаться из чувства даже брезгливости банальной. Ну, мне лично противно, когда люди пытаются использовать историю в политике. Это отвратительно. А на другой стороне, скажем так, слишком простые истории, хоть и с огромным потенциалом. Из вот таких историй можно взять, например, Метро 2. Еще с каких-то бородатых времен ходят легенды о том, что под Москвой есть еще одна сеть метро. Особое секретное метро для тайных правительственных дел. Разные теоретики рисуют его по-разному. Например, Артемий Лебедев, дизайнер, известный тем, что стер ободок у логотипа метро. На своем сайте утверждает, что есть как минимум 4 тайные подземные ветки. С темой секретного метро в руфилиалах SCP работает только один объект. Ну, во всяком случае, мне только один попался. Это SCP-1390-RU, по сюжету которого обычное метро соединяется с целой сетью тоннелей, которую построила цивилизация неких подземельцев. И сами станции метро – это подземные дворцы, которые были тайно преобразованы людьми в собственные станции. История классная, но чего-то такого в ней не хватает. Вот этого, так сказать, вайба, заговора или истины, которая где-то рядом. Чуть более развитая тема – это трещалка. Радиостанция, передающая загадочные послания. В частоту которой вслушивается радиолюбитель со всего мира, в надежде разгадать загадочный код. Штука настолько известная, что ей интересуются конспирологи по всему миру. Англоязычных теорий о том, что же такое трещалка, передаёт даже больше, чем русскоязычных, между прочим. И в SCP она обыграна в объекте номер SCP-3034. Кстати, относящемуся всё к тому же группе. Клюква прилагается. А уж сколько отличных историй можно придумать про ту же ноосферу. Я даже представить боюсь. А тема-то настолько классная, что любой автор, который не боится её затронуть, обречён на успех. Взять того же Сталкера или Метро-2033. Кажется, что про эту тему просто нельзя написать плохо. Я вообще считаю ноосферу просто сияющей жемчужиной отечественного конспирологического мифотворчества. Впрочем, про неё в SCP-RU есть пара отличных историй. Короче, писать истории на все эти темы можно бесконечно. Кстати, в комментариях спрашивают, а как вообще можно писать SCP, как стать автором? Похоже, время рассказать об этом. Но вообще-то всё достаточно просто. Для начала надо зарегистрироваться на wiki.dot, сделать там себе аккаунт. Затем, в левой части сайта scpfoundation.net, найти кнопку «Стать участником». Сделать то, что там просят. А просят там просто пройти несложный тест на то, что вы достаточно адекватный человек. Потом в левом меню найти раздел «Полигон». Нажать там на ссылку «Правила». Изучить правила. И после внимательного изучения правил, вам станет понятно, как стать автором SCP. Всё предельно просто. Дорогу осилит идущий. На самом деле, суть всего этого большого свода правил в том, чтобы уберечь начинающих писателей от ошибок, которые совершают новички. Как минимум поэтому их стоит изучить полностью. Похоже, что это было видео о том, как писать свой SCP. Истина где-то рядом. Они всё скрывают. Всем пока.